уровень по камере такая гора и в такую горку сяоми миджи меня уже не завозил то есть он там буквально в пяти метрах от начала горы останавливался на этом самокате я заезжаю на скорости только что проверили замерили 15 километров в час вот в эту горку 13 километров в час привет друзья на канале викинг сегодня отрезюмирую своих впечатлений о данном самокате extreme x 700 ватт мотор колесом сзади с 58 вольтовой батареечкой под мои попы и его весом в 20 с лишним килограмм то есть за два месяца жесткой эксплуатации я не раз уже попадал в аварию то есть я въезжал на нем в автомобиль это был audi quattro я в нем на и въехал в audi quattro из не из-за того что моя реакция ослабла из-за того что здесь ослабли тормоза то есть я с утра поехал с горочки не не заметил то что тормоза перестали практически работать и съезжая с тротуара я въехал в крыло audi quattro потому что не смог оттормозиться как следует и помогал уже ногами и в общем помял ему крыло пришлось соответственно заплатить за это естественно за два с половиной месяца жестокой эксплуатации этому самокату досталось то есть неоднократно здесь сломался плафончик ну вот этот вот плафон пара где встроен еще сигнал то есть здесь бипер у него встроен ломается он от того что он выпирает немножко за края и ему достается больше всего если был бы он смонтирован здесь хотя бы в середине руля середине этого штатива руля то может быть ему доставалось бы меньше все-таки таких немножко под наклоном идет в основном отламывается только нижнее крепление это все приклеиваю на клей не в принципе без разницы красивыми красиво но в принципе функционал работает то есть он включается бибикает прекрасно у меня буквально недавно сломали вот это заднее крыло то есть на нем встали детки в дыбы я сразу не рекомендую доверять этот самокат детям потому что он довольно уже серьезный аппарат 700 ватт как виде это аппарат уже который может по по пересеченной местности ездить и может человека весом 100 килограмм утолкать в такую гору а представляете что он сможет сделать с детьми которые весят 25-40 килограмм ну так вот встали в дыбы на этом на этом заднем колесе поскольку привод задние она встала в дыбы и отломила мне это крыло в принципе пара светит все это приклеить можно но надо иметь ввиду оно подвержено если вы встаете в дыбы то оно естественно отломится плохо это или хорошо не могу ничего сказать вообще крыло очень прочное то есть его испортить но это надо специально стараться либо доверять деткам самокат что в принципе тоже была моя глупость также я протыкал шину на заднем колесе тут сразу скажу сосок надо чтобы был очень хорошо загнут потому что ничем другим вы потом накачать кто не сможете есть вопрос торчит и вообще эту камеру туда уже не запихаетесь из преимуществ в демонтаж в разборке колеса конечно по сравнению с миджа здесь просто удобно то есть здесь все просто неудобно вы просто разбираете сам диск напополам достается камеру доставить из доставить свое колесо не проклинаете бога никого там не не корябайте себе руки все это очень легко делается то есть буквально там три минутки вы колесо открутили еще три минутки вы обратно диск собрали накачали колесо и дальше поехали в случае миджа вы сразу аутсайдер вам тащить куда-то надо либо в спецсервис этот самокат либо куда-то домой долго с матерками с кучей инструментов его демонтировать а поскольку это надувная камера это вопрос времени когда вы его следующий раз пробьете то есть в этом плане в этом самокате эти диски это огромный плюс конечно пробег у меня это на этом самокате примерно по городу порядка 30 километров или если это гористая более менее асфальтовая поверхность то может быть там каких 25 километров если папа поравнение то я думаю больше 30 точно проедет но и так я не экспериментировал в среднем по гористой местности по пересеченке если на нем прям гонять не экономит батарейку мне хватало батареи примерно на 28 километров прям вот жесткой эксплуатации вильнюсе здесь очень много холмов и они достаточно крутые потому я считаю этот запас хода очень такой серьезный принципе мы сегодня замеряли угол горы 8 градусов этот самокат меня вместе с моими и закатывал это асфальт ровно то есть если мы уже поедем по такой горке или по щебенке по которым только что катались то это ему уже сложнее нас и обязательно надо накачивать колеса очень хорошо потому что если они будут приспущены они конечно мягче будут идти но из-за этого мощность просядет немного потому что площадь будет сцепления намного больше свой выбор я такую сделал не зря я сделал правильно потому как я отношу такие самокаты с моторчик с моторчиками там 250 300 ватт как там миджа как сигвей и тому подобные самокатики это чисто по городу ездить по асфальту по хорошим покрытиям данный самокат мощностью там до киловатта до 800 ватт это уже такие знаете для съезда с асфальта с беговой дорожки велосипедной дорожки на травку на пересеченку потому что здесь и размер колес совсем другой и мощность уже хватает чтобы ехать непосредственно по пересеченке есть конечно третий вид самокатов которые для жесткого оффроуда это которые это от одного киловатта и выше где там два в д уже у вас в колесах соответственно там вы можете и прыгать и трюки всякие устраивать и ездить непосредственно во всякие горки и во всякий говно но это чисто такая середина то есть такая середина для города для города где есть много травы где есть лесочки в которой вы хотели бы в принципе заехать то есть это тогда вариант для вас и очень важный момент в этот период перемены еще добавить ваш вес то есть если ваш вес составляет до 60 килограмм в принципе вы все то же самое сможете сделать и на segway с батареечкой дополнительные которые увеличивают мощность и придает немножко там по моему больший запас хода при этом вы с весом до 60 килограмм сможете принципе залазить даже на горочки на небольшие ну и все если вы ездите только по городу только по асфальту у вас нет планов выезжать куда-то в лес там бегать прыгать то такой самокат я вам не рекомендую потому что во первых он тяжелый то есть вес его уже больше 20 килограмм он очень быстрый и травмоопасен то есть он более травмоопасен чем к примеру тоже самое миджи потому что он просто тяжелее как минимум и уже ваше ваше тело плюс этот самокат уже куда более мощная инерция получается также у меня есть небольшие претензии к сборке да все важно обязательно хорошо протягивать то есть кто-то жалуется на то что здесь болтается руль вот видите здесь небольшой люфт между этой вот платформой и рулем нет примере к этому сразу практически привык потому как я на руне когда сильно и не плакать у вас во вторых очень большой важный момент что это сзади привод и наперед вам облокачиваться просто неразумно потому что вы сразу перевернетесь вот любая любая колдобинка и вы сразу пертормашками я то есть я пользуюсь как-то практически как скейтбордом этим я рулем управляю просто поворачиваю вся нагрузку мне уходит на заднюю площадку самоката так что вот такие дороги если вы хотите оффроуда или больше обзоров вы хотите там обзор самоката которого там больше 2 киловатт мощности пишите в комментариях мы снимем покатаемся помучаем его иск скажем свое резюме если хотите более эконом варианты какие то тоже пишите в комментариях будем снимать всего доброго пока пока